приветствую друзья настало время удивительных историй одна из них конкретно сегодняшний о том как я буквально получил аудиофильский нокдаун из-под тишка от компании cvg которую до недавнего времени признаюсь вообще не воспринимал как достойного игрока на рынке внутриканальных наушников потому что все что у меня от них было есть до сих пор он валяется в дальнем комоде имела почти такой же моральный и духовный облик как и вся последняя продукция от любимой нами компания тиарен мы же с вами сегодня будем знакомиться с их новейшими 8 драйверными арматурными флагманами kuma x sky которые на мой взгляд не только заслуживает звание флагманов внутри линейки компании но запросто я считаю могут посоперчить и за ее пределами и так наушники должны появиться только сегодня в продаже в магазинах компании hi-fi go по цене 199 долларов а я вам уже готов рассказать об их плюсах и минусах поставляется флагман в красивой коробке с выдвижным отсеком в котором находится весь комплект этой новинки а это симпатичный модульный кабель с необычной брутальной фурнитуры три съемных модуля для кабеля пара пенок несколько пар самых обычных силиконовых амбушюр щетка который возможно когда-нибудь воспользуюсь но это не точно тканевый мешочек и инструкция наушники изготовлены из легчайшего авиационного алюминия и имеют действительно премиальную сборку внимательно разглядывая наушники я таки не смог друзья выявить ни неровности ни шероховатостей внешний вид на любителя но брутальное ребристые оформления фэсплейтов мне признаюсь очень нравится а недоумение в первое время вызывает только огромные размеры шелов и звуководы без бортиков однако вопреки своим размерам корпуса хоть здорово и выпирает из моих ушей все равно сидят них достаточно надежно и комфортно а приросшие к ним в процессе использования амбушюры gvc спирал дот обеспечивает практически полную шумоизоляцию как ни странно не слетает со звуководов без бортиков кабель вызывает у меня смешанные чувства с одной стороны его внешний вид полностью соответствует дизайну и статусу наушников а с другой в руках он ощущается пати ареновских липким и слишком эластичным однако в процессе использования вопросов к нему меня все-таки не возникало в каждом корпусе установлено по 8 балансных арматур и по одной плате кроссовера за низкие частоты отвечает два излучателя 22 955 за средние 2 29 689 а за верхние и ультраверхние частоты 4 31 736 также для более тонкой настройки каждая связка излучателя имеет свой собственный демпфер от ноу с которой отличается цветом и сопротивлением но и никуда не делся на каждом корпусе отряд из четырех дип-переключателей которым эта компания как показывает практика испытывает особые чувства а поэтому устанавливает их практически во все свои модели и наверное не за горами тот день друзья когда мы с вами увидим новые модели от cvg с переключателями прямо на звуководах импенданцию наушников 28 чувствительность 120 плюс минус 3 децибела наушники эти должен сказать не очень тугие но все-таки совсем иначе звучат с более мощными источниками например после свистка и бигейл с которым они тоже казалось быть плохо звучат подключив наушники плеера сразу замечаешь это невозможно не заметить насколько возрастает разрешение насколько лучше становится проработка всего диапазона и атаки на низких частотах признаюсь друзья я не очень жалую все эти дип-переключатели потому что во первых считая что они здорово отвлекают нас от главного то есть прослушивание музыки тем что заставляет постоянное щелкать и искать свой священный грааль а во вторых потому что не каждый производитель состоянии грамотно реализовать вот кстати далеко ходить не нужно cvg именно тот производитель который это дело ради того чтобы это просто было однако все это было до появления кума начиная с кума предположительно не без помощи сторонних инженеров а может быть при помощи того самого загадочного к и имя которого указано на коробке ситуация здорово уже изменилась все четыре переключателя здесь работают подобно эквалайзеру строго отвечает за отдельные диапазоны и заметно конечно их преображают так первый тумблер отвечает за низкие частоты 2 за средние 3 4 за высокие вот так друзья выглядит графика чеха наушников с выключенным тумблерами а вот так с включенным первым можете видеть как здорово в этом случае приподнимается низкие средние частоты становясь в один уровень с верхним диапазоном делает подачу не просто более массивной одновременно лучше сбалансированной это кстати мой самый любимый режим который подходит мне практически для всего для любой музыки соответственно отключив первый тумблер и включив остальные мы здорово поднимем правую часть диапазона и наушники звучат гораздо светлее кстати именно светлее и легковеснее они резче и не грубее потому что в основе тюнинга кума заложено аналоговое и натуральное звучание на что особенно здорово с арматурными возможностями и переходя к звуку могу однозначно сказать что это удивительно ребята но cvg преподнесли такой звук которым лично я ну вот не могу найти каких-то слишком слабых мест или каких-то сильно заметных недостатков и для меня это действительно очень взрослое и хорошо сбалансированное аналоговое звучание в котором низкие частоты выделяются не только за счет арматурной скорости но и за счет хорошей массы и глубины если хотите за счет весьма тугого и текстурного панча и за счет хорошего насыщения чуть ли не динамическими колебаниями или реверберациями не такими конечно как там но все-таки похожими особенно если источник позволяет я действительно нисколечко наверное не преувеличу ребята скажу что с комбинации 130 баса могут довольно возможно даже некоторые баскады не все но некоторые средний выделяется не только за счет своей глубины но также и за счет очень хорошие массы опять же это особенно хорошо заметно при активном режиме 130 и конечно выделяется благодаря своим теплым и естественным не холодным как это часто бывает у арматур тембром но при этом скорость атаки разделения между виртуальными образами здесь как раз таки породистая арматурная вот верхняя частота на мой взгляд уже ничем таким особым не выделяются и не отличаются как по мне из всех трех это пожалуй самые обычные упрощенные немного такой однообразный диапазон которому слегка конечно уже не хватает разнообразие тембрального насыщения то есть многое верхняя акустика даже с включенными крайними тумблерами в этих наушниках раскрывается очень даже посредственно или другими словами затухание постезвучие обрывается в кума слишком быстро и рано но в противовес этому этот диапазон лишен всевозможных неприятных сюрпризов виде сибиллиант и других часто раздражающих нас с вами искажений но виртуальная сцена кума радует скажу вам не меньше всего остального как по мне для арматуры на достаточно глубокая и просторная вполне достойной передачи как трехмерных планов так и разнообразных акустических спецэффектов а подводя итоги ли резюмирую добавлю друзья то что эти наушники получились ко всему еще достаточно жанрово универсальными мне удалось послушать них много всего самого разнообразного ответ на и академического пения до брейкбита и металла и практически все в этих стилях меня устроило звучание голосов баса и моих любимых резин гитар мне тоже понравилось они устроили меня только те стили в которых эти наушники ну не смогли до конца раскрыть все богатство некоторых перкуссий тонкой акустики то есть в таких стилях эти наушники показали свой можно сказать единственный для меня минус недостаток а это простые немного монотонные верхние частоты больше я в них никаких серьезных недостатков не выявил вот так друзья какой-то на нейм от которого я ничего хорошего признаюсь ближайшее время не ожидал вдруг взял и выстрелил причем бабахнул выстрелил точно не хуже в чем-то даже лучше гораздо более именитых си аудио юми из и у которых до немного больше саббаса более детальные насыщенные верхние частоты сильнее придавлено середина самое главное более резкий арматурный характер кума в сравнении с ними звучат мягче теплее и более натурально 6 драйверный flaudio blue love с которыми мы знакомились с вами буквально по моему пару обзоров назад в первую очередь отличается более густыми темным звуком в тех напомню мне не понравился слишком уж мягкий вальяжный бас до кума это конечно тоже не абсолютный талон погрешности у них тоже есть но все же для недавнего считай на нейм это прям очень существенный рвок который я считаю двинул эту компанию ну наверно точно на полторы ступени выше если все виджи оставит в покое все эти игры с переключателем и больше сосредоточиться на звуке то пророчу хороший успех кстати интересно ваше мнение друзья по поводу этой повальной моды на переключатель напишите пожалуйста в комментариях что лично вы думаете по этому поводу а я думаю что мне пора заканчивать я обо всем вам рассказал мое настроение по поводу этой новинки что она меня очень порадовала вы поняли поэтому пока и до новых встреч